Привет, народ! Приветствую вас на канале Сомель Вэн, где сейчас работаю на автомойке. Вот так вот зарабатывают местные мигранты. А то я вам показываю, там BMW, M, там еще. Fake! Сказали некоторые и были правы. В общем, ребят, я сейчас на автомойке мою Cadillac Escalade. У меня сел аккумулятор, он долго простоял, заказов на него не было. Мне не очень нравится, как у меня работает двигатель. В принципе, пробег небольшой, ничего быть не должно, но я еду сейчас в Cadillac Center на диагностику. В общем, все покажу, расскажу, все буду держать вас в курсе. Ну что, Гайз, в общем, сейчас я на мойке. Сейчас помою и еду на ТО. У меня сейчас здесь 57 тысяч пробега. В принципе, ничего страшного, кроме того, что сел аккумулятор нет. Но мне не особо нравится звук двигателя. Возможно, я перебдел, но обязательно расскажу об этом, что и как. Есть ли какие-то проблемы. В общем, еду я в итоге делать диагностику на Escalade, дабы понимать, что с ним. Потому что диагностику я так, короче говоря, и не сделал. В общем, будем смотреть, буду держать вас в курсе. Заодно зайдем в салон Cadillac. Я покажу там, если будут какие-то цены, не цены, то есть что и как там. Какие машины есть в наличии. Все знают, кто смотрит, кому постоянно я заказал себе. На май следующего года Cadillac, электрический Cadillac Lyric. И очень жду этот автомобиль. Ну, в общем, будем ждать. Все буду вас держать в курсе. Сейчас отправляемся после мойки в салон. Мойки в основном вот такие вот здесь. Но есть плохие мойки, где плохо моют. Старое оборудование, царапают и так далее. Есть очень хорошие мойки. Надо просто знать, в каких районах какие мойки. Вот у нас я нашел, ну, по крайней мере, две мойки, которые очень классные. Очень классно моют. И у меня нет даже на черных автомобилях затиров, царапин. То есть, в принципе, все хорошо. И, соответственно, я пользуюсь этой мойкой, потому что мне реально нравится. Стоит она 10 долларов без сушки, ну, без полотенец. Потому что я не использую полотенца, вот эти автоматические, которые, ну, по моему мнению, они как раз и царапают. Если вдруг попался где-то песок или что-то еще, или плохо промылось. Поэтому я сушку не использую. А как пылесос бесплатно. То есть, фактически мойка сверху, шампунь, смыв, воздух и все. И пылесос. То есть, пылесос вот просто здесь вот такие вот штуки. Не получилось. В общем, вот такая вот, короче, история. 10 баксов стоит, я заехал. Вот сейчас меня все, все тут помоет. Кстати, чернение колес входит. Аппараты, которые едут и чернят колеса, уже входят в эти 10 долларов. Очень классно. И говорю, вот буквально две мойки на наш город. Их много моек, но две, которые реально нормально моют, качественно. И у меня вопросов по ним не возникает. Все можно, короче, подобрать, ребята. Вот сейчас воздухом как раз, наверное, слышно, как обдувают. А есть вот такие полотенца. Вот он тоже не использовал полотенца. То есть, вот эти вот, которые сверху, из боков машину протирает. Ну, вот эта штука, мне кажется, она и наносит основной ущерб. В случае, если у вас плохо промылась машина или есть какая-то там грязинка, пылинка. В общем, я полотенца не использую. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Грязи у нас такой фатальной не бывает. То есть, в основном, это просто пыль небольшая. И, соответственно, ну, нет смысла в такой вот, как бы, большой там мойке. Автоспа я езжу периодически. Стоит 25 долларов. Тоже, в принципе, копеечная мойка. Ну, по местным автоспа. И там неплохо моют, но я не могу сказать, что я прям в восторге. Реально. То есть, ну, это окей. Вот так. Все, погнали. С вами в Кодиллак-центр. Все вам покажу, расскажу. А здесь, причем, я уже как-то записывал с этой мойки. Причем, вот вы можете все, что угодно увидеть. То есть, бабушка приехала, еле идет. Там девушки, разные машины абсолютно. Тут и Рос-Ройсы люди приезжают. Вот смотрите, вон там стоит, по-моему, семерка БМВ. Вот стоит Камри. Такая вот. То есть, короче говоря, смысл в том, что женщины, тетеньки, дяденьки, неважно ваш статус. Ну, вот да, вот стоит, моет семерка, девушка моет семерку БМВ. И, соответственно, новую абсолютно. Моет ее сама, не обламывается. Здесь это все абсолютно неважно. Ваш статус на Бентли, на чем угодно, на Рос-Ройсе. Мойка работает, вам нравится, близкая, недорогая, все, мойте. Так что, вот так. У нас сегодня прекраснейшая погода. Очень классная. Мне очень нравится. И вообще все супер и здорово. Отправляемся в Кадиллак. Ребят, Кадиллак Эскал-Эйт, 17-го года. Части 17-й год. Это ESV. В шикарном состоянии. 57 тысяч родного пробега. Принадлежал очень известному человеку. Он долгое время и часто путешествовал повсюду. И, соответственно, машина очень долго простаивала. И поэтому пробег за это время абсолютно родной. И абсолютно небольшой для такого года машины. Что мне не нравится, я вам сейчас... Вот, не знаю, кто спецы, если будет слышно. Мне не очень нравится звук. Такой странный. Из двигателя идет немножко побрякивает. Но, возможно, что это... Что-то нормально для этого двигателя. Но, в общем, сказать ничего не могу. Потому что... Сам не знаю. Это окей. В общем, отправляемся с вами. Мы дальше смотреть. Просто вам решила. Остается заснять. Посмотрите, какое шикарное состояние. Ни одной кнопочки затертой. Ни одной царапины нигде. Здесь у нас стоит два телевизора. И капитанские кресла сзади. Супер, ребята. Будет он... Будет, если он продаваться. Я вам сообщу. Не пожалеете. Машина супер. Просто. Не-не-не. Сейчас она не продается. Ребята, кто будет писать, что продается ли машина. Она не продается сейчас. Она сейчас у меня в работе. В аренде. И, как бы, пока... Пока что я ее только, можно сказать, выставил. Сейчас начинается сезон. Поэтому мне без мазы продавать. Но, в целом, я напоминаю, что у меня компания по аренде авто. И я иногда свои машины продаю. За машинами я очень внимательно всегда слежу. Машины у меня всегда в идеальнейшем состоянии техническим. Поэтому я за свои машины мне не стыдно. Я совершенно спокойно могу... Совершенно спокойно могу их предлагать большой аудитории. Если вдруг, вот когда я начинаю продавать. Поэтому спрашивайте, отвечу, что смогу. Расскажу, покажу, объясню. В общем, приехали, ребята, в Кадиллак. Центр. Сервис. Сервис наш конек. Приехал. Хер кого никто подошел еще. В общем, пойду сейчас смотреть, что и как. И буду делать инспекшн. И, как всегда, во всех залах ожидания есть кофе. Кадиллак, кофе, видите. Вода бесплатная. Всякие, короче, напитки и так далее. То есть, все это всегда везде. Во всех автоцентрах. Ну, по крайней мере, у нас в этом. В наиплсе все бесплатно. Так что, вот так. Ну, сейчас пойду, естественно, поснимаю вам машинки. Вот, кто спрашивал, что такое. Я, в общем, заказал себе вот такую штуку. Это Кадиллак Лирик. Только в мае будет. Надеюсь, я его получу. И мы с вами. Я один из первых его заказал. Поэтому жду, жду, очень жду. В общем, ребята, оставляю Кадиллак на диагностику. Меня сейчас будут забирать отсюда. Они дают подменную машину, но она мне не нужна. Мне так машина дофига. Вот. Смысл в том, что металлический звук такой. Ну, вот его на видео не видно, не слышно так. А так он есть. И, соответственно, с этим металлическим звуком ему тоже не нравится. Но гарантия до 70 тысяч миль. 57 пока. Поэтому, если что-то серьезное, будем, короче, лечить его за счет гарантии. Так что никаких проблем с этим нет. Я ничего не вижу, никакой проблем. Поэтому все буду сообщать. В общем, сообщу, 170 долларов стоит сейчас диагностика тотальная. В общем, я их буду оплачивать. Если у меня выяснится, что это какой-то гарантийный звук, который нужен там что-то делать, я... В общем, они мне сделают его по гарантии, и деньги эти зайдут туда. Ребята, в общем, эскалоидов нет вообще в наличии. И вот так вот в этом есть вот такие CT4, по-моему, он называется. Смотрите. CT4. Да, Василийс. Blackwing. В общем, смотрите. 10... 10 тысяч adjustment market. И 85-764 общий прайс машины. Смотрите, какой красавчик. Но 85 баксов это сильно, сильно дорого. Вообще, Кадиллак здесь получается очень дорогой. Видите, есть кнопка, трубку, можно покурить. Если вы решили покурить трубку, вы просто нажимаете на эту кнопку, и вам подается табак, трубка, вы, короче, заворачиваете и курите. Видите, вот такая вот кнопка замечательная. Поэтому, в общем, все удобно, все для любителей, кто курит трубку. Кадиллак хорошо подходит, поэтому такие деньги он и стоит. Красивый Кадиллак, на самом деле. Так, CT4. Ну, для всех поклонников. Дальше Кадиллак, смотрите, X-T5. 400. Давайте посмотрим. Блин, он уже салт, правда. Он салт, поэтому нету, к сожалению, бирки. Ну, а на улице найду. Если, если шел. Так. Тот не продается, он купленный. Ну, короче. Короче говоря, сейчас я вам, аж сейчас я вам покажу, вот, XT6. 400. И, давайте глянем, сколько стоит он и какой аджесный марк. Значит, MSRP прайс у него, 57 тысяч, что, в принципе, более-менее нормально. Ну, вот, adjustment уже 5, они рубанули, и admin fee 1000. То есть, того, 6000 сверху, и цена получается 63. Не кошерненько, не кошерненько, конечно. А это еще далеко не самая полная комплектация. Это комплектация premium luxury, и это front wheel drive. То есть, это не полноприводная версия. Так, XT4, 350T, Salt, правда, тоже он. Ребята, последние новости я рассказал в вчерашнем ролике. Кто вдруг промотал, сами виноваты. 40, 41, и итоговая цена машины получается 43 тысячи. Adjustment 2 всего на него, и 1000 еще admin fee, так называемый. это, короче, и того, adjustment, честно говоря, получается 2. XT5, 350T, вишня, у меня есть друг, поклонник страшный. Так, значит, 46, вот вы спрашиваете, что такое MSRP, видите? Manufacturer's Sarge's Retail Price, вот оно, что такое MSRP, то есть, цена рекомендованная производителем. А вот сколько продает дилер, дилер price, 49,800, то есть, 50 тысяч, ну, то есть, фактически на, ну, не так много на цене, по-божески, на 4 тысячи еще. Давайте еще вот этого беляша посмотрим, сколько он стоит. Ребята, по поводу эскалейдов, во-первых, они сейчас есть, я уже говорил, дизельные, раскупают быстро тоже. Во-вторых, их нет, в принципе, в наличии их практически, и adjustment на них по обыкновению пятнашка, без adjustment взять крайне сложно, практически нереально. Обратите внимание, почти на всех машинах лежит салт, то есть, машины проданы. Ну, вот здесь вот у нас цена, рекомендованная производителем, сейчас я вам покажу, что там, 72, что ли? Не вижу я отсюда, по-моему, 72. Это 23-й год, превью, лакшери, полный привод, ну, вот так вот, в общем. Ну, Cadillac стоит неоправданно дорого, учитывая то, что, в принципе, база, она общая со многими американскими моделями, переплачиваете вы только за дизайн и шильдик. Все остальное, все остальное, это все равно та же, та же, как бы, платформа, как и у многих, многих автомобилей, американских. Так, V-Series Blackwing, 22-й год, CT4, вот то, что мы сейчас с вами видели, как раз 72, 615, десятку на него вешают аджасмента. Ну, и плюс, естественно, если вы покупаете его еще, плюс сразу, там, 12% лепите, вот вам будет. Реальный прайс. Давайте глянем, что у нас тут еще есть. 52 тысячи модель CT5, это премиум лакшери, панорама, бежевый салон, ну и давайте с аджасментом посмотрим с вами, 56, 980, ну, 57 тысяч, 57 тысяч в итоге, 2 литра турбо-двигло, такая вот цена, 57, ну, еще более-менее. Ви уже показывал, тут с карбоном, все, ну, это прям для маньяков, кто маньяки, пишите, я маньяк по Кадиллаку, мы будем вас знать по вашему нику. Ребят, ну что, все, показал вам, здесь, в принципе, Кадиллак, машина дорогая, обслуживание дорогое, сродни BMW, Mercedes-Benz и так далее, но только это Кадиллак. Несмотря на то, что американская, сделана в Америке, американцами, для американцев, но все равно, сука, дорого, к сожалению. Вот так машина, конечно, красивая, но дизайн, то есть, вы платите за 1, смотрите, какой голубец, офигенный, вообще, цвет просто огонь. Очень красиво смотрится, реально, мне прям нравится. Он, шадл весь, то есть, нету хрома. диски здесь другие просятся, да, здесь простки просятся побольше и, наверное, черные такие же вот какие-то глянцевые, но, к сожалению, вот имеем то, что имеем. Все, ребят, сегодня у меня очень короткий ролик, вот такой вот, записал вам про Кадиллак, показал цены, как есть, что можно взять, по каким ценам, инжастменты. На Escalade 15 точно, инжастмент, я уже показывал, кому-то, он 47, видите, 140, премиум вакшери, фронт-вилл-драйв, 23-й год и 50 баксов. Ну, слушайте, что можно взять такого уровня за 50 баксов? Не знаю, наверное, ничего, я думаю, практически так сильно. Ну, предложите свои варианты, вы уже знаете мои ролики, поэтому скажите, что да как. Ну, в общем, вот так, ребята, выглядит автосалон Кадиллак в флавном городе Нейплс, штат Флорида, город всего 25 тысяч населения, но при этом есть из чего повыбирать, салоны Кадиллак примерно везде одинаковые, и здесь еще более-менее выбор, кстати, есть, по седанчикам уж точно. Все, пока-пока, увидимся, спасибо, что были на канале, не забывайте подписываться на мой инстаграм, туда вы можете задавать вопросы, US, FEM, Vans, вообще ссылка есть, поэтому вы можете переходить по ссылке и туда задавать себе свои вопросы, на вдруг кто первый ролик наткнулся, помогаю ли я с покупкой машин в США, да, помогаю, сотрудничаю, сотрудничаю и с Seven Motors, с Владимиром, многие его знают, сотрудничаю и с Mega Auto, сотрудничаю со многими компаниями, ну, как бы все остальное дело я просто помогаю подбирать машины, а дальше вы уже, если желаете, можете и через них, и как угодно, поэтому всем пока-пока, всем партнерам привет, и всем большой привет, все, увидимся, как всегда, моя любимая рубрика по скриптам, кто досматривает до конца, всегда получает бонус в виде каких-нибудь интересных вещей, смотрите, какой новый Cadillac S-V, матовый, у него еще, это специальная серия Black Edition, у которой полностью, видите, то есть не цветной логотип Cadillac, черный, серый, нету хрома, еще и матовый цвет, это специальная такая, ребята, версия, ну, эта машина уже продана, она хозяйствует, то есть она не продается, но, в принципе, такие машины можно находить, и вот вам, пожалуйста, как видите, очень круто смотрится, просто монстр, скажите, бомба, нереальная, все, пока, пока, теперь точно.